Уважаемые коллеги, мой доклад будет посвящен клиническим результатам аплации локализованного рака почки. Согласно данным, в 2018 году было выявлено более 403 тысяч новых пациентов. В Российской Федерации в 2018 году было диагностировано 24 тысячи пациентов и 8,5 тысяч пациентов умерло от этого заболевания. А темпы прироста заболеваемости рак почки занимает одно из учащих мест. За 10 лет прирост составил более 22%, это достаточно высокий показатель. Что касается смертности, то в целом показатель смертности находится на более-менее стабильных цифрах, около 3 человек на 100 тысяч. И более того, за последние 10 лет мы наблюдаем смертности на 17%. Вероятно, это связано с тем, что мы лучше диагностируем рак почки и, соответственно, лучше лечим распространенные метастатические формы этого заболевания. А каких же пациентов мы с вами диагностируем? Первичные больные, 64% больных, это больные локализованным раком почки, когда опухоль находится внутри почки. И в среднем размеры этих образований чаще всего не превышает 4 сантиметров. Как известно, смертность от рака почки напрямую зависит от размера и возраста. В частности, в этой работе продемонстрировано было, что опухолеспецифическая смертность больных с опухолью менее 4 сантиметров составляет 5%, в то время как смертность от всех причин у пациентов старше 70 лет составляет 28,5%. Все это приводит к тому, что нужно тщательно выбирать метод лечения у пациентов пожилых. Как мы с вами знаем, средний возраст больного раком почки в Российской Федерации – это 60 лет. В связи с этим такому пациенту могут быть приложены различные варианты лечения. И в связи с тем, что за последнее время ранее считавшийся золотым стандартом нефректомия уже не считается таковой, и в настоящее время золотым стандартом является резекция почки, органсберегающее лечение. Однако на фоне органсберегающего хирургического лечения появились и другие подходы, такие как аблативные методики. Вы видите, что по данным работы Купи Бекса авторами на протяжении последних лет наблюдается увеличение доли резекции. В частности, в 2007 году 32% больных, которые были оперированы в Америке, им выполнили резекцию почки. И более того, нарастает количество пациентов, которые выполняют аблативные методики – 6,8% в 2007 году. Какие же существуют варианты аблативных методик? Во-первых, это речистотная термоаблация, это криоаблация, хайфутерапия и лазерная деструкция. Почему возможно выполнение аблативных методик? Все дело в том, что проанализировали, оказалось, что порядка 15-20% первичных опухолей, они небольшого размера и часть из них доброкачественные. Те опухоли, которые злокачественные, они чаще всего благоприятного прогноза, высоко дифференцированные, и порядка 20% из них – это популярные варианты почно-плечного рака, для которых характерна низкая вероятность прогрессирования и хорошие показатели выживаемости. Кроме того, радиочастотные термоаблации, а вообще любые аблативные методики, позволяют лучше сохранять функцию почки, нежели чем органы, носящие операции. Потенциальным преимуществом гулативных методик относят низкую частоту осложнений, короткий и койко-день, сохранение функции почки относительно невысокую стоимость лечения и возможность лечения больных с тяжелосопутствующей патологией, а также возможность повторной манипуляции данных пациентов. В ранних работах чаще всего использовалась радиочастотная аблация в качестве черезкожного варианта. Вы видите, что медиан размера опухоли в большинстве работ составляла около 2,5 см, и это обусловлено особенностями методики. Введенная игла позволяет обработать диаметр опухоли не более 2,5 см, поэтому в большинстве работ авторы включали таких пациентов. И как мы сами видим, в первых работах, несмотря на небольшое время наблюдения, опухолевая специфическая выживаемость была достаточно высокой, порядка 98% в большинстве работ, при этом рецидив после одного сеанса регистрировали от 3 до 10% пациентов в различных работах, и тем не менее результативность проявления такого вмешательства была достаточно высокой. Первый мета-анализ, который появился в литературе, его опубликовали канкул с авторами, и они решили сравнить два аблативных подхода. Это кривоаблация и радиочастотная аблация. Вы видите, что было включено по 600-775 пациентов. Средний возраст больных был сопоставим около 67 лет. Размер опухоли также был сопоставим около 2,5-2,7 см для радиочастотной аблации. Были отличия лишь в проценте выполненных биопсий. Больше процентов биопсий был в группе кривоаблации. Однако процент неинформативных и гистологических заключений был больше в группе радиочастотной термоаблации. Процент встречаемости рака почки также был больше в группе радиочастотной термоаблации. Это 90% против 71-го. Радиочастотная аблация обладала большей вероятностью прогрессии. Вы видите, что процент повторных сеансов аблации, который потребовался, это 8,5% для радиочастотной термоаблации и 1,3% для кривоаблации. Надо оговориться, что кривоаблация в большинстве исследований проводилась лапароскопическим доступом, а радиочастотная термоаблация проводилась чаще всего через кожным доступом. Вероятность местного рецидива была выше в 2 раза в группе радиочастотной термоаблации, составила 12,9% против 5,2%. В отношении отдаленного инвестазирования в этом метаанализе 1% для кривоаблации и 2,5% для радиочастотной термоаблации. В других же работах, обратите внимание, проводилось сравнение уже радиочастотной аблации не только с кривоаблацией, но и с редекцией почки различными вариантами, как открытой резекцией почки, так и роботосистированной. Большинство работ включали пациентов, вы видите, что для резекции почки более молодых, выполняли резекцию почки как лапароскопическим, так и открытым вариантом, так и роботосистированной. При сравнении с радиочастотной термоаблацией и кривоаблацией, вы видите, что процент снижения скорости клубочковой фильтрации был меньше у пациентов, которые выполняли аблативные методики. То же самое касается и процента рака почки. Вы видите, что в группе радиочастотной термоаблации и редекции почки диагностировали, согласно данным этого исследования, 94% пациентов с доказанным почтоклечным раком, и около 5,6% пациентов, у них не было данных о биопсии. Это было связано с тем, что в участии пациентов гистологи не смогли обнаружить достоверную опухолевую ткань. В отношении выживаемости безрецидивной показатели были достаточно высокие для аблативных методик, 91-94%, в группе резекции несколько выше, 94-98%, однако опухолевая специфическая выживаемость была высокой, 97,2% для расширотной термоаблации и 100% для резекции почки. Безметасиотическая выживаемость была лучше у пациентов из группы радиочастотной термоаблации по сравнению с резекцией почки, но это было, вероятно, связано с отбором пациентов в исследовании ОВНИ с авторами. Еще одна работа Томпсон с авторами в 2015 году опубликовали опыт лечения более 1500 пациентов, из которых более 1050 пациентов выполнили резекцию почки, и 367 пациентов выполнили аблативные методики по 180 пациентов в каждой группе, одной группе выполнили радиочастотную термоаблацию, другой – криоаблацию. Вы видите, что при сравнении этих групп достоверно больше возраст старших пациентов были в группе радиочастотной термоаблации и криоаблации, что было связано с отбором пациентов, естественно. Чуть более высокий уровень кретинина был в группе радиочастотной термоаблации. Количество пациентов с выраженной сопутствующей патологией, естественно, было выше в группе аблативных методик. Средний размер был около 2,1 см в группе радиочастотной термоаблации, наименьший в группе резекции 2,5 см и в группе криоаблации 2,9 см соответственно. Также эти группы отличались по проценту выявленного рака почки. Для резекции почки злокачественного опыта выявляли у 79% пациентов, для радиочастотной аблации у 41% и вы видите, что 26% не получили данные биопсии. Все дело в том, что вероятнее всего в данные исследования авторы включали больных, которым непосредственно перед манипуляцией выполняли биопсию, а затем выполняли уже по наркозам радиочастотную термоаблацию. Соответственно, исторические исследования авторы получали позже, и если же там не было жизнеспособных опухолевых клеток, то, соответственно, результатов биопсии у них подтвержденного рака почки не было. Криоаблация, вы видите, что 7% таких пациентов, у которых не было диагноза рака почки, и, соответственно, большая часть пациентов, 58% это пациенты, у которых был доказан локачественная опухоль почки. Что касается степени дифференцировки, то в группе резекции почки было большее количество пациентов с низкодифференцированными опухолями, 10%. Наибольшее количество пациентов из степени дифференцировки Грейп-2 по сравнению с аблативными методиками. При оценке выживаемости без метастатической вы видите, что резекция почки достоверно была лучше по сравнению с аблативными методиками. Если говорить о разнице между резекцией почки и криоаблацией, то здесь различий не было, а рыча и криоаблация достоверно отличались по без метастатической выживаемости. Вы видите, что для рычаотной аблации несколько ниже показатель трехлетней без метастатической выживаемости это 93% против 99% для резекции почки и 100% для криоаблации. При сравнении по общей выживаемости также были выявлены достоверные преимущества в пользу резекции почки и верхняя кривая выживаемости, где резекция почки трехлетняя общая выживаемость составила 95%, для рычаотной аблации 82% и для криоаблации 88%. Вероятнее всего, более низкие показатели общей выживаемости связаны с более пожилыми пациентами. Как мы помним, 70% этих пациентов, 70 лет был средний возраст пациентов из группы криоаблации и рычаотной термоаблации. Еще одна работа интересная. Ян с авторами проанализировали 17 тысяч пациентов из различных исследований. Авторы разделили больных по возрасту старше либо младше 65, по различным вариантам гистологического строения опухоли. И самое главное, разделили их по размеру. Видите, что в группе резекции было наибольшее количество пациентов, порядка 15 тысяч пациентов. Они, соответственно, отличались, эти две группы рычаотной термоаблации и резекции почки по возрасту. Большее количество, 54% пациентов было старше 65 лет в группе рычаотной термоаблации. Соответственно, светлоклеточный рак почки диагностировали в одинаковом проценте случаев. Соответственно, размер опухоли менее 2 см выявляли по 30 и 35% для резекции почки. И в отношении степени дифференцировки 58% первая и вторая степени дифференцировки для рычаотной термоаблации и 70% для резекции почки. Обратите внимание, что, опять же таки, в этом исследовании 36% больных, у них не было данных по грейду по степени дифференцировки, согласно данным биопсии. Также проанализировали группу рычаотной термоаблации и криоблации в этом исследовании. Сравнили эти две группы. Они были сопоставимы. Как видите, 54% больных в возрасте младше 65 в каждой группе было. В отношении тех данных, по которым они отличались, это чуть больше процентов ромофобного рака для криоблации при опухоли размером от 2 до 4 см. В основном группы были сопоставимы. При оценке общей безрецидивной выживаемости у пациентов с размером опухоли до 2 см было выявлено достоверное преимущество в пользу резекции почки. Вы видите, что это синяя кривая на левом графике и на правом графике, соответственно. Вы видите, что как опухолевая специфическая, так и общая выживаемость была лучше для резекции почки. В то время, как аблативные методики криоблации и рачитодная аблация имели чуть меньше показателей общей выживаемости, но это было связано, вероятнее всего, опять же-таки, с тем, что большее количество пожилых пациентов было включено в группу аблативных методик. В отношении опухоли специфической выживаемости чуть худшие результаты в данном исследовании продемонстрировала кривоаблация, и, вероятно, это связано с чуть большим процентом больных с размером опухоли от 2 до 4 см. Общая безрецидивная выживаемость в группе от 2 до 4 см. Здесь мы с вами видим достоверные преимущества опять в пользу резекции почки. Вы видите, что разница достаточно приличная, почти в 2 раза. Худшие результаты выживаемости у пациентов из группы радиочастотной аблации чуть лучше показатели выживаемости для кривоаблации. А если говорить про опухоли специфическую выживаемость, то разницы между кривоаблацией и радиочастотной аблацией в этой группе пациентов не было, однако достоверные лучшие показатели выживаемости были у пациентов, которые выполнили изекцию почки. Таким образом, авторы заключили, что выполнение резекции почки, согласно данным этого крупного обзора, целесообразно выполнять пациентам с размером опухоли от 2 до 4 см. А пациентам с размером менее 2 см возможно выполнение радиочастотной аблации и кривоаблации. И в этом случае результаты имели сопоставимую с резекцией эффективность. В этом исследовании Рикардо Ривейро провел анализ большинство исследований, включивших кривоаблацию и радиочастотную термоаблацию, а также резекцию почки, вы видите, что при сравнении по частоте рецидивов, по проценту выявления метастазов и по снижению скорости кубочковой фильтрации, достоверно лучшие результаты были у пациентов, у которых было выполнено аборативные методики. Вы видите, что снижение скорости кубочковой фильтрации, согласно данным этого метанализа, было ниже у пациентов из группы аблации. Вы видите, что частота осложнений была выше в группе резекции почки, составила 17% против 13%. Снижение скорости кубочков фильтрации было меньше в группе аблативных методик и составило 4 мл в минуту по сравнению с 13 мл в минуту в группе резекции. Доставленных различий, чьей после частоте местных рецидивов и метастазирования в данном исследовании не выявили. В нашем институте мы также провели похожую работу. В 2015 году мы проанализировали пациентов, которые были пролечены в нашем институте в отделении урологии с 93 по 2015 год. Мы вычленили группу пациентов со стадией Т1. Эта группа составила 808 пациентов. Из них 360 выполнили на параскопическую резекцию почки, 378 открытую резекцию почки и 70 пациентов выполнили радиочастотную термоаблацию. У нас в институте мы проводим радиочастотную термоаблацию установкой кул-типы РФ компании Волилаб. Сейчас это компания Ковидиан. Опыт наш начался в 2006 году. Вот так выглядит электрод радиочастотной термоаблации и комплект пассивных электродов. Мы использовали иглу длиной 20 см с рабочей поверхностью 20 мм. Эффективность лечения оценивали на основании данных КТ, которая проводилась с контрастированием каждые 6 месяцев. УЗИ с топливовским картированием каждые 3 месяца и при необходимости проводилась биопсия зоны, подозрительные зоны, зоны воздействия. Основным признаком эффективности проведенного лечения считали отсутствие накопления контраста, отсутствие кровотока в опухоли и отсутствие клеток опухоли, если таким пациентом выполнялась биопсия. Как же отличались в нашем исследовании группы? Вы видите, недостоверно, но чуть выше был возраст в группе расчетной термоаблации 68 лет против 55-56. Медиана размера опухоли была ниже в группе лабороскопической резекции почки и радиочастотной термоаблации по сравнению с открытой резекцией почки, что являлось критериями отбора, естественно, для этих вмешательств. Сопустившие заболевания, влияющие на функцию почки, чаще диагностировали у пациентов из группы радиочастотной термоаблации. 32% таких пациентов было включено в наше исследование. При этом наибольшее количество пациентов из группы расчетной термоаблации имели опухоли с экстраганным компонентом. Если мы посмотрим с вами и сравним по локализации опухоли, то мы с вами видим, что из группы открытой резекции почки 52% имели опухоли среднего сегмента, более сложного, соответственно, расположения. В отношении медианы времени операции кровопотеря и времени аноксии достоверно лучшие результаты более низкая медиана времени операции и медиана кровопотеря была в группе локоскопической резекции почки, однако в группе локоскопической резекции почки чуть больше было время аноксии, 22 минуты против 15 минут, соответственно. В отношении послеоперационных осложнений доставленных различий не было. Их регистрировали в 7% в группе открытой резекции почки, 6% в группе лапарископической и 4% в группе рачтотной термоаблации. Медиа на время наблюдения была сопоставима 35 месяцев в группе рачтотной термоаблации на тот момент и около 2 лет в группе лапарископической резекции и 2 лет в группе открытой резекции. По скорости клубочковой фильтрации было достоверное отличие в пользу большего количества пациентов с хроническими болезнями почки, чтобы условно было как наличием сопутствующей патологии, сопутствующих заболеваний, так и отбором пациентов. Вы видите, что после операции скорость клубочковой фильтрации несколько снижалась, однако через 3 месяца при проведении следующих контрольных исследований наблюдалось увеличение несколько скорости клубочковой фильтрации в группе открытой резекции почки и стабильные показатели в группе лапарископической и рачтотной термоаблации. Мы проанализировали группу по количеству пациентов с первичным множественным раком, с наличием билатеральных опухолей и опухолей единственной почки. Достоверно большее количество пациентов с опухолей единственной почки было в группе рачтотной термоаблации, это 18% по сравнению с двумя в группе лапарископической и 8% в группе открытой резекции. И 41% больных из группы рачтотной термоаблации имел другие опухолевые заболевания, но это было обусловлено тем, что мы специально отбирали таких пациентов, которым рекомендовали аблативные методики. Билатеральный рак также достоверно чаще диагностировали в группе рачтотной термоаблации 20% против 4% в группе лапарископической резекции, 13% в группе открытой резекции. За время наблюдения спрогрессировали 3% из группы открытой резекции, около 3% из группы в арестопической резекции почки и продолженный рост опухоли диагностировали у 17 пациентов. Такой высокий процент был обусловлен тем, что вначале мы включали всех пациентов, в том числе с размером опухоли более 2,5 см. Мы проводили аблацию из нескольких точек, однако, как вы видите, это проводило чуть больше в частоте прогрессирования продолженного роста. За время наблюдения 14% умерло в группе рачтотной термоаблации и только 7% от прогрессирования почечного клеточного рака. Таким образом, безрецидивная выживаемость в группе рачтотной термоаблации была достоверно ниже, около 70%, в то время как в группе открытой резекции и лапарископическая составила 95%, общая выживаемость составила 93-96 в группе открытой и лапарископической резекции и 83% в группе рачтотной термоаблации. Более низкие показатели общей выживаемости, вероятно, связаны с тем, что группа пациентов была с большим количеством сопутствующей патологии, старше и, соответственно, это повлияло на результаты. Однако обратите внимание, несмотря на то, что безрецидивная выживаемость в нашем исследовании была достаточно низкая по сравнению с уровень сберегающими хирургическими методиками, 70%. Тем не менее, опухолеспецифическая выживаемость была достаточно высокая, 94% против 95% в группе открытой резекции, 98% в группе лапарископической резекции. На данном слайде вы видите кривые безрецидивные выживаемости, зеленые крива – это группа рачтотной термоаблации, красная лапарископическая резекция и синяя – открытая. То же самое касается опухолеспецифической выживаемости. Видите, показатели лапарископической открытой резекции почки несколько лучше, выживаемость пятилетней рачтотной термоаблации несколько хуже. Мы проанализировали, что же влияло на выживаемость данных пациентов и отметили, что при оценке факторов прогноза было достоверное коррелирование только размера опухоли на больше либо менее 2,5 см, то есть того самого размера, который является ограничением для проведения данной методики. Вы видите, пациенты из группы размером опухоли более 25 мм, это красная кривая, и, соответственно, менее 25 мм, насколько отличается у них выживаемость почти в два раза в нашем исследовании. Если мы посмотрим на варианты гистолического строения опухоли почки, то увидите, что 75% в группе рачтотной термоаблации, 68-65% в группе лапарископической открытой резекции – это были больные со светоклечными вариантами рака почки. Что касается различий, то популярный и хромофобный рак чаще выявляли у пациентов, которые выполнены эпоскопическую резекцию почки. И в каждой группе было около 11-10% больных с доброкачественными опухолями. И вы видите, что из группы рачтотной термоаблации 10% пациентов не удалось получить результаты биопсии в связи с недостаточным количеством материалов. При оценке по стадиям, большее количество пациентов, 85% из группы рачтотной термоаблации, были со стадией ПТ1А, в то время как 50% только из группы открытой резекции, но это, вероятно, связано было с отбором больных. ПТ1Б, соответственно, 20% из группы открытой резекции и по 4% из группы лапарископической рачтотной термоаблации. В отношении эффективности вы видите результаты КТ до операции и через 6 месяцев опухоль левой почки, средний третий, прекрасный результат на фоне рачтотной термоаблации. Таким образом, аблативные методики, они, конечно же, не показаны всем пациентам, но могут быть рекомендованы пожилым пациентам с сопутствующей патологией и маленькой опухолей почки. Данная методика имеет ряд преимуществ перед открытыми хирургическими мешальствами, такие как короткий койкодень, сохранение большего количества функционирующих нефронов, низкая частота осложнений по сравнению с другими методиками и возможность выполнения повторной манипуляции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...